А теперь об этом и многом другом более подробно. Минувшие выходные непогода преподнесла неприятные сюрпризы жителям Слаенского района. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с ливневыми дождями и шквалистым ветром, все службы района были переведены на усиленный режим. На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с угрозой возникновения смерчи и нагонной волны в районе Азовского моря было принято решение из двух детских лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег», расположенных на территории Ачуевского сельского поселения, эвакуировать детей и педагогов. Для того, чтобы исключить какие-либо последствия нагонной волны, было принято решение по переводу детей и персонала из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» в безопасные условия до отхода нагонной волны. С 15 до 17.30 была проведена плановая эвакуация детей из «Ровесника» в количестве 90 человек и 17 сотрудников. Мы отправили к местам их фактического проживания, потому что это жители нашего Славянского района. А детей из «Лебяжьего берега» в количестве 171 человек и 63 сотрудника мы разместили для ночлега на территории нашей муниципальной школы в поселке Ачуево. Для детей и сотрудников лагеря были организованы необходимые условия проживания. Это и ночлег, и питание, и, соответственно, возможность пользоваться предметами личной гигиены и санитарными узлами. Дети переночевали нормально. Эвакуация детей из лагерей, размещения и питания была оперативно организована силами администрации района Ачуевского сельского поселения и службами ГО и ЧАЭС. На заседание КАЧС в сокращенном составе было принято это решение. Было организовано взаимодействие со всеми службами. Для эвакуации было спланировано и применено 4 автомобиля высокой проходимости и 10 автобусов. Все мероприятия были проведены заблаговременно. Тут очень хорошо сработали подразделения территориальной подсистемы славянского звена. Очень слаженно сработали, поэтому не допущено ни пострадавших, ни погибших. Все отработали на 5 баллов. Особых разрушений непогода на территории детских лагерей не принесла. В понедельник там был наведен санитарный порядок, отремонтированы заборы. Уже к вечеру дети вернулись в Лебяжий берег и продолжили прерванный отдых. Следующий заезд ребят в Ровесник планируется 10 августа. Ситуация находится под контролем служб район администрации спасателей правоохранительных органов. Анна Монастыренко, Константин Монастыренко, программа События.